здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала ну вот наконец-то наступила масленица последний день а еще она называется широкая масленица и я решила испечь сегодня блины на дрожжах пекла я их специально для вас можно сказать потому что утром у меня были блинчики тоненькие вот они пожалуйста которые быстрые а это особенные блинчики эти блинчики меня учила делать моя бабушка рецепт у меня конечно такой интересный необычный посмотрите какие они во первых они все в дырочку видите можно можно на солнышко смотреть видите они невероятно вкусные я их буду сейчас есть с клубникой вот с такой вкуснотой и запивать молоком я не могла не поделиться с вами этим рецептом я очень долго к нему шла ну что дорогие мои широкой масленицей вас а еще сегодня прощенное воскресенье ну что я вам хочу сказать простите меня не всегда я бываю сдержанная в своих комментариях ну такая я другое у вас нет сейчас расскажу как я их делаю а сначала попробую какая красота это просто песня они блины и молоком запить боже мой как в детстве ну смотрите ссылку в ссылке под под описанием обязательно напишу что чего и сколько я кладу и какое количество у меня получилось блинов тань ну рассказывайте что как вам блины божественно ирина николаевна ну очень вкусно да ну все ну все приятного аппетита аппетита девочка моя так не смеемся все серьезно я вам ей клубнику дала и я ее угощаю ну вот не ест человек икру ну что делать я тоже с клубниками вкуснее ну с чего начать начинаем мы конечно с дрожжей вот у меня большая небольшая пачечка дрожжей 100 грамм и буквально небольшой кусочек вот такой вот я отковырнула своей дрожжей я храню всегда в морозилке и за них никогда не переживаю сразу же добавляю чайную ложечку сахара и чайную ложечку муки заливаю теплой водой ну где-то наверное одна треть чайной чашечки и все это нам даже наверное вот у меня получилась одна четвертая часть и все это нам нужно с вами размешать до растворения наших дрожжей для чего добавляю сахар сахар добавляют для того чтобы дрожжи дрожжи должны чем-то питаться и мука и сахар это для того чтобы наши дрожжи с вами питались вот ну процессы происходит буквально быстро все мы размешали с вами вот и оставили это все тело ну буквально минут на 10-15 до появления такой пены пока наши с вами дрожжи подходят мы с вами не теряем времени даром и наливаем в кастрюлю 1 стакан молока одну столовую ложечку растительного масла я добавляю пахучая одну столовую ложку сливочного масла щепотку соли и думаю что три столовых ложки сахарного песка я в любом случае когда уже начинаю жарить блины я пробую на вкус и если мне не сладко то я добавляю сахар и вот это все у нас с вами должно немножечко разогреться немножечко это приблизительно градусов до 40 вот я взяла венчик и немножечко буду сейчас помешивать что процесс растворения масла был значительно быстрее ну как я проверяю я я же готовлю для себя правда дорогие мои я проверяю все это дело пальцем на вкус все вкусненько получается еще буквально чуть-чуть сковородку мне с двойным дном поэтому я процесс подогрева масла остановлю значительно раньше ну на мой взгляд уже достаточно чтобы дальше делаем дальше мы снимаем нашу кастрюльку с огня и добавляю сюда одно лицо вот количество яиц у меня неизменно или делаю я на литр неважно здесь на самом деле яйцо неважно вот все мы с вами растворили размешали что мы дальше делаем а тем временем поглядываем за нашими трощами я так их иногда периодически помешиваю видите они уже начали пузыриться в принципе их уже можно совместить но но сначала нам нужно с вами сюда добавить муку а муку конечно нужно предварительно просеять вот такой вот у меня способ мука не летела в разные стороны я это делаю вот так деревянной ложечкой и она очень замечательно просеивается и у меня не разлетается мука муку мы просеяли и вот я постепенно вот этой же ложкой своей деревянной начинаю сюда добавлять к нашей пока еще непонятной субстанции вот три ложки таких добавили и слегка размешали так нет этого мало еще добавляю еще три ложки сейчас добавлю вот они у меня вот такие ложки видите они не совсем столовые вот так уже ближе к истине так и вот на этой стадии у нас с вами сейчас уже все здесь тепло прям вот все замечательно хорошо и мы с вами будем выливать наши такие вот дрожжи вот видите они уже пузырятся если еще разочек немножко повернуть они пузырятся мы с вами добавляем это все дело в нашу субстанцию перемешиваем аккуратненько да забыла добавить вот так как наши дрожжи должны будут обязательно подойти мы их с вами оставим ой не дрожжи а уже наше тесто бленное мы все это дело оставим приблизительно минут на 40 на час так что-то меня здесь попало непонятно вроде мука просеянная это я так не люблю мне надо писать на это вытащить может быть что-то от ложки от деревянной не знаю поэтому берите сразу побольше кастрюльку блины вас ждать не будут они могут убежать так вот на этой стадии мы продолжаем добавлять еще муку сейчас я вам покажу да какой вот еще три ложки таких добавила я еще добавлю еще пару ложек но они уже муки у меня здесь уже меньше становится поэтому ложки у меня соответственно небольшие так вот это уже то что должно у нас с вами получиться тесто должно быть такой вот густоватенько и вот такое вот видите вот такой красивый густовато смотрите как его поднимаю на такое прям вот не сразу стекает даже если добавить лишнюю ложку ничего страшного вот ну что дорогие мои и вот в таком виде сейчас я сверху положу еще тарелочку оставляю в теплом месте приблизительно на час но раз наверное в полчаса буду подходить смотреть потому что если дрожжи хорошие а я взяла не взяла к сожалению не подумала взяла не очень большую кастрюльку может тесто убежать пока мои блины подходят я решила сделать себе такое вкусненько из клубники вчера купила прекрасную клубнику вот отрезала хвостики сейчас я немножечко присыплю ее сахаром она просто с сахаром лучше раздавливается и вот так вот чуть-чуть надавливая я себе сделаю вот такую красотень для блинов прям вот вот с такой вот хочу штукой все слегка подавила толкушечкой еще чуть-чуть сахара присыпала мне кажется на кисловатая перемешала ложечкой и вот это все будет у меня хозяйству ждать мои блинчиков вот ну что дорогие мои прошел час вот теперь я беру вот такое количество молока видите ну чуть больше стакана и нам с вами его нужно будет обязательно нагреть и добавлю еще одну столовую ложку сливочного масла вот теперь нам с вами его нужно нагреть прям хорошо разогреть а что тут с нашими пленами происходят а блины увеличились в размере наше тесто увеличилось в размере в два раза от молока лучше не отходить потому что молоко его небольшое количество и она может убежать она у нас уже почти с вами закипела так ну ладно не будем испытывать судьбу а то можем остаться вообще без молока и вот этой кипящей массой мы заливаем в наши в наше тесто для блинов и размешивая обычно это уже все обычный обычным половником ну так как я привыкла делать на глаз слушайте ребята по мне я реально бы добавила ну еще наверное может быть даже такое же количество молока ну в принципе здесь что называется на вкус и цвет можно даже вот в таком количестве печь а мы сейчас начнем вот таким с таким тестом печь а потом я чуть-чуть добавлю еще молока и вы посмотрите насколько они разные будут блины а почему вот так вот как меня бабушка учила почему именно кипящим молоком а вот сейчас ваше тесто вот это вот оно прямо на глазах начнет пузыриться здесь же нет буквально ни грамма соды ничего и блины будут прям вообще нереальные ну что начинаем печь достаем нашу мою страшную сковородку ставлю ее на огонь она у меня блинная больше ничего и на ней не пеку проверенная длинная и на ней ничего не подгорает так сейчас дай дадим возможность накалиться этому делу хорошо сковородка накалилась мазать буду подсолнечным маслом и кусочком сала это тоже учила бабушка так но мазать можно каждая хозяйка выбирает для себя любой понравившийся способ можно мазать также картофелиной луковицей можно даже в принципе кусок марли обмотать вилку и макать в подсолнечное масло от этого от этого блины хуже не будут но меня учила бабушка так поэтому я делаю так 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 беру я вот такую ну наверное неполный ой блин чуть чуть рукой не схватилась неполный ой забыла как называется совсем вылетел из головы так ребята тут главное еще следим за огнем огонь и должен быть очень большой средний огонь и лопа . вспомнил черпачок или как его еще забыла бывает так вот слова раз и вылетела нет но конечно это густоватая но в принципе блины блины будут высокие такие ничего страшно я вам сейчас покажу так но я все таки хочу пока мой блин жарится я пока взяла еще такое же количество молока и буду подогревать уже масло добавлять буду же достаточно масла а то что может слипнуться так ну вот смотрите как меня учила бабушка то я выливаем а не не полный половник да и у вас должны вот эти вот вот видите пузырики полопаться и тесто не должно быть слишком жидкая тогда уже можно будет блинчик перевернуть но это прям как голодушек получился поэтому нет в принципе надо добавить молока я считаю он сейчас будет такой высокий так вот теперь мажем сковородку по новой она у нас пока с вами еще накаляется а блин мы мажем сливочным маслом вот смотрите какой он толстый получился но это уж больно толстый моем понятия я все-таки буду наверное добавлю еще молока молоко уже согрелась все сверху добавлю такое прям горячая вот а еще у меня бабушка все время делала вот она какое-то количество пленов испечет а потом убирает это все в холодильник тесто и если ей нужно было испечь блинчики то у нее всегда они были под рукой она просто добавляла горячего молока с маслом так ну вот еще один половник здесь уже будет немного по-другому все будет видеть и немножечко поворачиваем сковородку чтобы наш блин с вами растекся вот теперь прям правильная нужная конститенция получилась прям как я люблю видите что происходит и он весь дырявый будет в дырочках видите дырочки на сковороде а еще хочу добавить дорогие мои особенно это касаемо молодых хозяюшек которые только начинают готовить не верьте блогерам которые говорят что то если вы соберете сделать на дрожжах не верьте если говорят вот замесили тут же начинаем делать или 15 минут и вот и вот начинаем делать нет так не бывает чудес не бывает дрожжи должны обязательно вы листается иначе процесс брожения у вас будет в желудке происходить и это будет очень нехорошо реально после такой продукции будет реально очень нехорошо поэтому дрожжам нужно обязательно дать выставиться пирожкам для пирожков тесто для пирожков должно чуть попал побольше постоять а для блинов достаточно час ну вот видите смотрите какая красота у нас с вами уже получается вот хоп вот вот теперь правильный блинчик видите он весь в дырочку видите а а если мы его еще маслом намажем ты вообще будет красота так намазали слегка намазали сковородку и далее чуть-чуть не сразу наливайся она у вас должна разогреться рассказываю подробно для молодых хозяюшек это молодых юношей которые еще не умеют печь а может быть даже не молодых вот смотрите какой красивый правда вот а сейчас вам покажу смотрите во первых они какие нежные видите нежные если добавить чуть больше молока то они будут еще тоньше и не менее вкусные вот можно такой сделать а можно вот такой вот блин прям это прям блин был бы кучка сейчас ему бы отдала вот такая красота здесь не торопимся огонь еще раз вам показываю он у меня на средний стоит не торопимся ой забыла я тут добавить одну вещь для хейтеров лопатками я тут не теми вам тут перемешиваю не теми я вам тут каких у меня тут только не уронила и силиконовые и деревянные отваре у меня тут ну всякой разной много поэтому чем привыкла чем неудобно тем я и работаю вот перевернули ух видео сегодня будет длинная ну кому интересно посмотрите а кому нет тут и смотрите не будет правда вот еще один блин просто перевернули сковородку намазали здесь дали немного времени прогреться сковородки а пока намазали маслом другой так выливаю я чуть меньше половника вывели и немножечко поворачивали сковородку все пусть печется вот а сейчас я вам покажу как какие они видите какие они получаются они нежные и очень и невероятно вкусные видите толстые ну по мне это очень толстый по мне вот так вот такой такая толщина замечательно видите какие они они несмотря на то что они дрожжевые да они вот такие вот прям вот нежные нежные маму меня печет еще тоньше делает дрожжевые а я вот такие люблю потолще вот ну что дорогие мои надеюсь что кто-то из вас попробует мой рецепт потому что то все что я вижу в интернете я конечно шокирована потому что кто-то наливает в основном в интернете все происходит какой-то пакистанские блины или еще какие-то зачем-то наливают кипяток ребят если вы хотите меньше жирности молоко так возьмите по однопроцентное и просто его погреете зачем воду наливают не понимаю я я решила поделиться своим рецептом этого рецепта на просторных интернета нету всех целую обнимаю пробуйте мой рецепт он вам обязательно понравится а пока пока